Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломицу, пастору церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, что говорит Библия о прощении супружеской измены? Грех прелюбодеяния — это один из грехов, который отличается от многих других, так как представлено это в Священном Писании. Здесь нужно сказать о следующем. В принципе, все грехи имеют одну сущность с точки зрения их вины перед Богом. Каждый грех, независимо от его типа, он заслуживает Божьего наказания, и это наказание, мы видим, является вечным мучением в разделении человека с Богом. Но, тем не менее, в то же самое время разные грехи имеют разную степень последствий здесь на земле. И вот по этому качеству грех прелюбодеяния, конечно же, отличается от многих других. Его последствия связаны с тем, что это грех против природы брака, одного из институтов, который Бог сотворил как основа человеческого общества или основа человеческого бытия. Бог предположил, когда Он создавал брак, Он сказал о том, что оставит человек отца своего и мать свою, и будут двое одной плотью. И это эксклюзивное посвящение, эксклюзивная связь мужчины и женщины в браке, она представляет собой чрезвычайно важный элемент человеческого бытия вообще. Кстати, именно по этой причине вопрос брака один из ключевых вопросов общества, ключевых вопросов жизни человеческой. Вот почему современные атаки на брак и разрушение брака имеют чрезвычайно значительные последствия для всего человеческого общества. Так вот, говоря об грехе прелюбодеяния или же супружеской измены или неверности, Библия представляет прелюбодеяние единственной причиной, которая позволяет развод. То есть в том случае, если один из участников брачного союза, муж или жена, допускает супружескую неверность, Библия позволяет второй невиновной стороне развестись или оставить этого человека. И причиной этого является серьезность брака или серьезность этой связи, взаимного посвящения в браке, как это было создано Богом. Конечно же, когда мы говорим о прощении супружеской измены, Бог, конечно же, прощает. Прощает по той причине, что Иисус Христос на Голговском кресте умер за всякий грех человека. Он умер для того, чтобы, во-первых, восстановить отношение человека с Богом, во-первых, снять вину греха, и во-вторых, чтобы исправить природу человека, исправить его тенденцию ко греху. И когда мы говорим о прощении супружеской измены, точно так же, как и любого другого греха, мы имеем дело с явлением, в котором Бог, приходя в человеческую жизнь, приносит с собой исправление его природы. Конечно, здесь совершенно другой вопрос относительно того, как этот человек, который допустил супружескую измену, сможет потом восстановить свою семью или свои взаимоотношения. Здесь нужно уточнить, что Библия, допуская развод невиновной стороны, она не настаивает на том, чтобы этот развод обязательно совершился. Поэтому с точки зрения истины искупления, которые мы читаем в Священном Писании, если невиновная сторона имеет достаточно в своем сердце верности Богу, зрелости и внутренней готовности к тому, чтобы работать над прощением, работать над восстановлением этих поломавшихся отношений, то это, безусловно, более предпочтительная сфера или более предпочтительный подход. Конечно же, если семья уже разрушена, если нет готовности ее восстанавливать, то человек, который допустил супружескую измену, он, к великому сожалению, будет нести последствия в этой жизни до конца, пока ему не придется встретиться с Иисусом Христом однажды. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok